Синей сумкой на ремне и именным бэджем. Он постучит в каждую дверь. Обычно переписчик приходит один или с сотрудником милиции. У него обязательно должно быть удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Здравствуйте, переписное население. Да. Моё удостоверение. Слышали. Покажите, пожалуйста, ваш паспорт. Да, конечно. Да, конечно. Да, проходите. Спасибо. В целом процесс ответа на вопросы переписи занимает не более 15 минут. Все бланки собственноручно заполняет переписчик. Респонденту предлагается ответить на 30 вопросов. Работа интересная, говорит переписчик Максим. Однако и тут не без проблем. Много квартир приходится пройти, и многие квартиры приходится обходить по два, по три раза, потому что рабочий день у нас с восьми до восьми. Проблемы также связаны с тем, что много людей не хотят пускать в квартиры, и приходится переписывать их на лестничной площадке. Никто не заставляет бендерчан сидеть по домам и ждать визита переписчика. Можно самому прийти на пункт переписи населения и ответить на вопросы. Кроме того, возможно сделать это из-за своих родственников, которые по какой-то причине переписаться лично не могут. В городе находятся восемь стационарных переписных участков, где постоянно находятся с восьми до восьми работают наши переписные работники стационарные. Плюс есть два выездных стационарных участка, которые расположены в центральной городской поликлинике, плюс в здании администрации Бендер и рынок торга. По городу перепись идет хорошо, в хорошем ритме, будем так говорить. В районах всей республики мы продвигаемся каждый день приблизительно на 7-8%. Небольшой столик в фойе центральной поликлиники – это и есть выездной участок. Здесь целый день людно. Сюда приходят самые активные респонденты – люди среднего и старшего возраста. В среднем за день переписывается около 40 человек. Возрастная категория после 30 лет. В основном это люди, которые говорят о том, что они либо ложатся в больнице, будут отсутствовать дома, либо очень рано уходят на работу и поздно возвращаются, и переписчик не может застать их дома. Или люди проживают в жилые одни, и они боятся вечером открывать дверь чужим незнакомым людям, и они приходят переписываться. За первые пять дней уже успели опросить около 43 тысяч бендерчан. В оставшуюся неделю предстоит проанкетировать 56% жителей города. Переписные работы идут на 8 стационарных участках. В них задействовано около 300 человек. На каждого переписчика в среднем приходится по 430 гаража. Лариса Тарабина, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.